Окончив среднюю школу, затем в Самаркандске медучилище, дипломом вечера ГАСТАР работала на предприятиях здравоохранения Самаркандии. Она работала в первой городской инфекционной больнице, что было на Дорбицкой. Она работала в поликлинике номер два, где главврачом был Рафаэль Михайлович Фузайлов, который считал СТР за ее высокий профессионализм, за трудолюбие своей дочери. Она работала за вечным медпунктом на предприятиях гор-электронных сетей. И где бы она ни работала, она всегда пользовалась большим охаритетом и уважением. Эстер, имя ее, ее мужа Амбера звучит гордо и величественно. Почему? Да потому что они как будто Богом созданы были для друг друга. Они были знаменоносцем трех охотов. Это арабовых, даниаровых, калантаровых. И ни одно мероприятие во вводе не проходило без активного участия Эстера. Об Эстера можно и нужно говорить очень много. Очень емко про нее сказал мой двородный брат Юра Абезов, когда позвонил с Израиля выразить соболезнение и говорит, А как Эстер умерла, как будто вокруг меня образовалась вакуум. Образовалась пустота, нечем заменить. Она была горой для нашего Влада. Она была связывающим звеном для всех нас. И вот эта пустота давит на меня. Действительно, когда выходят из жизни такие, как Эстер, сердце обновлено себе болит. Потому что многие из нас сравнивают свою жизнь, свои поступки, глядя на Эстер. Эстер, она беспредельно была предана семье. Она любила, уважала мужа. И где бы ни было, куда бы его ни заброшала судьба, этот холодный Сибирь. И на Каракумах, Небендага, Мурнтау, Эстер всегда была рядом с мужем. Эстер была опорой и гордостью детей. Она всегда и везде, и всюду оберегала своих детей. Вот сейчас я смотрю, Артур. Артур ходит, не сможет найти себе место с Давидом. Смотрит, они еще все пока горячи. Нет матери. Даже я сам чувствую. Потому что каждое утро просыпается, у меня был прямой связь. Мы созванивались, общались друг с другом. И каждый раз, сейчас, когда просыпаешься, нету этого телефона в звонках. И очень тяжело. Что хотелось бы сказать, дорогие, Артур, Давид, Лерик. Вы являетесь сыновьями, домчатиками, родителями. Вы являетесь знаменоносцами в жизни вашего отца и материного. И вы должны быть достойны этой памяти. Помните, год траура – это очень тяжелый, очень изглурительный. Поэтому, будьте осторожны. Год траура на вас лежит, разборщая ответственность. Эстер, вот ее парит, еще много над этим жалобами. Она, для нее трое, девесты были как дочери. В телефонном разговоре она говорила, придет...